Приветствую вас, и давайте разберём ваши вопросы. Как не надеяться ни на кого? Пишите вы, не ждать, что кто-то поможет. Как все взять в свои руки и сосредоточиться на целях? Не могу сосредоточиться, постоянно отвлекаюсь. Так, глобальных проблем, которые вы озвучили, здесь, на мой взгляд, две. Первая проблема – это то, что вы нуждаетесь в помощи, и у вас есть некие представления, некие фантазии иллюзии относительно того, что вам кто-то поможет. И, соответственно, есть реакция на то, что вам не помогает, скорее всего, достаточно негативная, скорее всего, даже аутоагрессивная. То есть, если мне не помогает, значит, я плохой, я недостоин и так далее. Вместе с тем, сама по себе природа ожидания помощи нуждается в исследовании. Почему я считаю, что мне должны помогать? Если я буду делать сам, то результат меня не удовлетворить? То есть, чтобы меня удовлетворил результат моей деятельности, мне должны помочь. Но будет ли это тогда моим результатом? В целом, здесь может быть как невера в себя, обесценивание некое и представление о том, что вы сможете справиться с чем-то только, если вам помогут. Так и завышенные требования к себе, когда этим требованиям вы можете соответствовать только вместе с кем-то другим. С точки зрения несколько иного подхода, я предлагаю, что, ну, можно предположить, что вы рождались тяжело. И роды у вашей мамы были достаточно тяжелые. Скорее всего, вы родились вы или не сами, или с значительной помощью. Если это так, то имеет смысл рассмотреть вариант гипноза, гипнотического воздействия. Для того, чтобы прожить определенные переживания. Вот. Дальше. Блин. То есть, вообще, вы пишите о некоторой такой своей, получается, слабость-слабость. Так. Я слаб в какой-то мере. Я не могу сам справиться с проблемами. Лень. Что такое лень? Ну, вообще, лень – это реакция на либо ложные цели, либо на некоторую борьбу, на некоторое истошение. Когда у человека нет сил, а он хочет, но он заставляет себя делать то, что нужно. То есть, это такой аспект. Ну, и зачастую здесь бывают сложности в том, что человек может быть убежден в том, что, например, лениться он никакого права не имеет. Бывает такая штука. Да. Человек считает, что лениться он не должен. Веду, получается, что я себя постоянно заставляю. Вот. Вот. Веду. Получается, что я не хочу делать то, что делал. То есть, мне вот именно что не хочется делать, но я себя, получается, заставлял это делать. Вот. И постепенно, постепенно я забываю, что же мне вообще нравится, что мне интересно. Бывает и такой весьма неприятный расклад. Ну, часто бывает устно полезно проследить за линией, чтобы увидеть, понять, что за ней скрывается. Какой смысл в линии, опять-таки, что она означает, грубо говоря. Лень. Что означает лень? То есть, что она сто процентов, сто процентов, что это означает. Это абсолютнейший факт, но что она означает, явно бывает далеко не всегда. Да. Поэтому очень важно, чтобы вы преследовали вот, скажем так, ну, такую часть своей личности, как, я ленюсь, значит, чего я хочу. Я ленюсь, значит, что мне нужно. Вот. Так что это, на мой взгляд, это достаточно важная история, достаточно важный момент, на который вам нужно обратить. Своё внимание. Вот. Потому что, от этого, вероятно, зависит то, что вы будете делать, ну, в будущем. Так вот. То, как вы будете действовать в будущем и так далее. От этого зависит ваше... Ваше будущее. Вот. Ну, всё. Я думаю, примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было, в принципе, полезно и надеюсь, что вам это, опять же, в принципе, было интересно. То есть я надеюсь, что вы для себя, вот, какие-то, ну, какие-то вещи, да, извлекли, извлечет, я надеюсь. Вот. То есть, на мой взгляд, вот, у вас есть внутренний конфликт, связанный, в первую очередь, с некоторыми требованиями, некоторыми ожиданиями по отношению к себе. Вот. Что, конечно же, затрудняет коммуникацию, как самого с собой, коммуникация, коммуникация, вот, так и коммуникация с другими людьми. Ну, и достижение, достижение целей, конечно, здесь тоже, тоже страдает, страдает довольно сильно. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена самым лучшим образом.